всем привет и сегодня я буду заниматься сборкой вот такого вопа от компании бета и в пиве это самый маленький воп линейки пава и называется он пава пик он примечательным тем что он поставляется пнп версии которая позволяет установить на свой борт одну из трех популярных цифровых видеосистем например диджайл 3 либо это vista либо это волк снейл а я буду устанавливать вот такой вот ран камлинг это та же vista но с кольца правой камерой от ранка так смотрите здесь в комплекте идет 2 с аккумулятор это очень хорошо фирменный аккумулятор от bt в пиве на 450 миллиампер часов прекрасно у меня тем более есть вот такие еще аккумуляторы от мгбм 550 миллиампер часов тоже 2 с мы попробуем на них полетать вот ближайшее время как и только я поставлю сюда цифровой модуль значит как анонсирует производители здесь используется специальный удар прочный пластик по 12 это поле мид 12 не путать с полями или там вот пластик как я уже говорил славится своей супер-пупер прозрачностью и удара прочностью ну естественно существует всевозможные красители которые позволяют его окрасить любой цвет ну вот например черный а еще одна фишка данного вупа который на мой взгляд заслуживает внимание заключается в том что цифровой модуль крепится вот в этот кронштейн суда же крепится собственно видеокамера курсовая и все это дело у нас устанавливается на виброразвязки силиконовой то есть вся вот эта вот тема она имеет виброразвязку от основной рамы кадры в общем это нам должно помочь погасить вибрации паразитные которые у нас возникают во время полета все-таки стоит прочитать технические характеристики данного вупа вдруг кому-то лень или лезть в интернет смотреть все это дело отдельно как я уже говорил ранее в упрощита на работу с тремя цифровыми системами и вот интересные факты вес данного вупа в упас о 3 камеры 71 грамм свистые 66 грамм и с аватаром практически те же 66 грамм но производитель пишет 65 и 9 грамм поэтому мне кажется в общем что висто что аватар в общем одинакового веса хотя в принципе с внешнего вида вроде не скажешь по ним диагональ по центрам моторов у нас 80 миллиметров полетный контроллер здесь стоит от беты в пиве и называется беты в пиве f4 с 12 ампером регулятором полетный контроллер третьей версии комбайн такой все в одном и здесь у нас интегрировано ел с приемник до 24 моторы беты в пиве размер 1102 маленькие моторчики и 14000 кв кв не киви мне как-то кто-то сказал чё за киви чё за киви платежная система ну кто говорит кто киви кто киви то к в общем я тут так то всяк это ребят уж извините за мое произношение вот значит пропеллеры гэмфон 45 миллиметров опять же как заявляет производитель винтомоторная группа здесь избыточно для того чтобы таскать ту же самую о 3 и летать данный вуп должен по идее достаточно бодро но вот на этом мы сейчас и посмотрим давайте все-таки продолжим и соберем поставим сюда видео цифровую систему а конкретно висту для сборки вуп у нас имеются следующие компоненты 6 саморезов для крепления кронштейна втx кроме 4 гайки 6 винтов 2 миллиметра 6 силиконовых проставок 3 у меня уже стоит на раме 3 здесь 4 винта для крепления юнита соответственно в наш кронштейн ну такая диполь к пластинка для крепления кронштейна 4 пропеллера 45 миллиметров есть вот такие вот проводки для соединения соответствия всего этого хозяйства ну и соответственно у меня есть vista которую я буду сейчас устанавливать мне пришлось отстегнуть камеру от висты для того чтобы продеть шлейф вот таким вот образом мне кажется так будет более эстетично сейчас мы закрепим сюда сначала наверно камеру а потом уже вот на эту крестовину приделаем прикрепим сам модуль при крепеже висты есть небольшой нюанс вот винты которые сюда положил производитель мне показались коротковатыми вот если смотреть вот да вот смотрите они чуть-чуть выдаются то есть зацепиться практически ну можно но достаточно сложно здесь вот кстати пластмассовые гайки идут кое-как их закрутил но мне кажется имеет смысл заменить вот эти винты на винты чуть по длине и так ну в общем вот так вот это все у меня получилось не смотрите пока вот на эти сопли я потом заправлю все это дело будет выглядеть нормально ничего торчать не будет и нам осталось условно установить это все на раму но для начала конечно наверное надо было бы припаять в общем в комплекте свисты шел вот такой вот длинный проводок а вот этот вот короткий который нас тут здесь вот установлен на коптере мы удаляем и меняем его на более длинный и припаяем сейчас висту полетный контроллер свисты в данном случае у нас соединяется классическим образом то есть четырьмя проводами для тех кто никогда это не делал и делать будет в первый раз я сейчас поясню какие именно четыре провода мы используем все очень просто два провода это питание черный провод как всегда минус это земля в данном случае красный провод это плюс плюс аккумуляторной батареи или еще называется сигнал виси си два других провода предназначены для передачи данных а в данном случае это будет информация о sd которая будет передаваться с полетного контроллера на висту и дальше вам соответственно будет транслироваться в очки появятся эти два провода так называемым кроссовером то есть крест-накрест пятак tx на висте появится на rx на полетном контроллере и rx появится на tx все съемки будут приложены сейчас на ваших голубых экранах вот в этом вот углу можете увидеть вот вот в этом да в данном случае вот ну там же будет соответственно и как выглядит наш полетный контроллер со всеми распиновками все припаяли висту полетному контроллеру кстати в начале видео я вам дал неверную информацию по полетнику полетник здесь стоит бета fly f4 под 23 с аккумуляторной батареи и с интегрированным регулятором не 12 ампер а 20 ампер ну естественно и лрс это все как бы так она на самом деле есть и версии этого полетника в один и вот таким образом выглядит конечный результат нашей сборки пава пика с установленным цифровым модулем в данном случае это ран камлинк но я решил поменять курсовую камеру и собственно заменить ее на cadix polar почему да потому что собственно данная камера намного лучше камера от ран камни будем соответственно кривить душой и сразу ребят видно видны нюансы по которому я бы отнес данный вуд клубу не для новичков почему потому что ну вот с этой стороны у нас прям вот совсем совсем ну прям не крош устойчивая система значит курсовая камера у нас сильно выдается вперед и если вы берете этот вуд в качестве своего первого я бы вам это не рекомендовал делать потому что да потому что вы просто его разобьете в хлам в первую очередь у вас страдать будет курсовая камера ну а потом уже и вот эта вот система которая у вас здесь установлен сверху и неважно будет ли это о3 будет ли это cadix vista или будет ли это волкснейл вот эта вот система навесная в принципе действительно демпфирует но я бы не сказал что прям вот тут совсем прям так она гасит колебания но окей да здесь вот есть резиновые вот эти вот проставочки это хорошо давайте взвесим в итоге сколько у нас все это дело весит без аккумуляторной батареи так коптер весит 66 и 3 грамма и если мы сюда положим вот батареечку на 450 миллиампер часов которая шла в комплекте 93 и 2 чуть больше 93 грамма я считаю что очень даже неплохо так нам теперь осталось провести базовую настройку привязать наш в упак аппаратуре привязать соответственно наш модуль к очкам и пойти попробовать полетать для начала давайте прошьем елрс приемник его можно прошить двумя способами через полетный контроллер и через вай-фай я выбрал метод прошивки через вай-фай для активации вай-фая нам необходимо подождать 60 секунд после подачи питания на полетный контроллер до тех пор пока индикатор зелененький у нас не на счет часто часто мигать вот как сейчас вы видите у себя на экране все приемник готов к прошивке можно начинать процедуру открываем елрс конфигуратор выбираем категорию устройства выбираем устройство и метод прошивки вай-фай остальные параметры менять мы не будем поэтому сразу нажимаем собрать прошивку не забиваем вбить бинт фразу все прошивочку нас собрана теперь необходимо нам подключиться к приемнику выбила выбираем елрс rx вай-фай сеть и в браузере заходим на приемник указав соответствующий ip адрес здесь у нас прошивочка как видим 252 а мы будем прошивать на 330 выбираем собранную прошивку и нажимаем апдейт происходит процедура обновления приемника все приемник у нас прошит далее открываем бета fly конфигуратор и делаем базовую настройку убеждаемся что у нас работает гира поворачиваем чуть-чуть в уп заходим в порты и просто смотрим здесь на третьем марте у нас елрс приемник на четвертом марте у нас подключена наша рист убеждаемся что у нас mcp включен и дисплей порт здесь у нас настроечки уже настроены завода включен как видите бипер пища не моторами ну а рмот лет три по sd здесь все общем все окей ничего менять не нужно следующий это пит тюнинг как видим а завода уже у нас есть некоторая настройка здесь я ничего не менее не меняю и не рекомендую менять потому что в принципе вуп настроена завода как видите пиды если кто собирает данный вуп собственно самостоятельно можете посмотреть я чуть позже покажу сделаю дампа и покажу пиды вы можете сделать стоп и посмотреть какие пиды а сейчас пока просто смотрим на настройки рейты здесь у нас соответственно базовые каждый подстраивает под себя можно попробовать по вращать коптер здесь с нашими стиками посмотреть а реакцию устраивает вас или нет и соответственно построить рейты под себя а вкладочка фильтра здесь у нас тоже в принципе ничего трогать не нужно видим что у нас включены рпм фильтры это гуд это хорошо переходим кладки ресивер ресивер у нас уже при биндин метод подключения сериал протокол crossfire проверяем что у нас все ползунки двигаются в соответствии с нашими стиками газ на месте брал пич я все на месте все окей 11 12 канал у нас обычно показывает rssi уровень и поэтому мы выставляем соответствующий канал в rssi channel для того чтобы нас на usd отображался нормально rssi далее мы настраиваем наши тумблера на аппаратуре в соответствии с тем что у нас уже как бы тут настроил производитель да просто выставляем каналы в соответствии с тумблерами и кнопками как это сделать у меня есть отдельное видео пожалуйста посмотрите будет ссылочка я в общем настроил arm angle горизонт биппер и режим черепахи это как бы избыточно для меня потому что я на самом деле обычно настраивал просто армы биппер мне это вот всегда хватает за глаза но здесь это уже как бы с завода все эти режимы настроены я решил в общем на аппаратуре их тоже как бы в общем сделать переходим на вкладку моторы обращаем внимание что исключено обратное вращение моторов и тут же у нас настроен двухсторонний дэш от здесь у нас отображена телеметрия а здесь мы его включаем переходим во вкладочку sd и выставляем usd так как мы хотим убеждаемся что нас включено hd usd потому что мы используем цифровой vtx модуль лет стрип тоже настроена вот таким вот образом два светодиода на полетном контроллере заходим силой сделаю вам дефолт посмотрите пожалуйста настройки этот же дефолт я скину в описании к данному видео кому нужно качайте смотрите в общем если вы делаете еще раз повторюсь самостоятельно настраивайте данный вупа пожалуйста настраивайте по данному примеру вот пиды которые у нас завода производителя рекомендует а и так выбрался я на локацию на самом деле я нахожусь на своем участке почему я летаю не дома но потому что дома мне в общем то на нем стало как-то тесновато я попробовал подлетнул пролетел там условно пару комнат и понял что нет надо идти на улицу хотя это вуп и на нем можно летать в помещениях но наверное нужно какие-то более более большие помещения вот ребят сейчас мы попробуем полетать и уже сумерки уже стемнело я вот сделал небольшую подсветочку чтобы меня было видно но на самом деле нам это не страшно потому что у нас стоит камера polar cadix polar и она очень хорошо видит в темноте и вот этот вот вуп с этой камерой становится просто офигенной штукой давайте попробуем полетать смотрите как он мигает своими двумя ледами у ребят он очень тихий по сравнению с теми вупами которые у меня были он просто нереально тихий и можно в принципе летать на участке и не бояться что тебя запалят за палец прикольно очень хорошо отстроен летает плавно мягенько я его не герметил поэтому мне сейчас конечно лучше не падать снег мы 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 Продолжение следует... Ну и топен он, кстати, неплохо. Смотрите, как фигачит. Малыш. Покойно устояли. Пойду немножечко подзаряжу батарейку. И еще раз попробую полетать, потому что мне нереально понравилось на самом деле. Летает классно. Так, ребят, подводим итоги. Что касаемо самого ВУПа. Классная штука. На самом деле мне очень понравилась. Летает очень бодро даже на батарейке 2С. Очень хороший подхват. Приблизительно где-то 35% газа. И вообще очень приятное управление. И очень хорошо тюнингован. То есть летает плавно. Ну, что еще сказать. Классная штука, рекомендую. Все, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Заглядываем в описание. Пишем комментарии. Ставим лайки, дизлайки. Покеда.